Привет, просветители! Сегодня я хочу поговорить с вами о лицемерии и рекламе. Но все же больше о лицемерии. Всякий раз, когда я попадаю на какое-нибудь горячее обсуждение в сети, я поражаюсь. Сколько ж в мире неравнодушных людей. Это переживает о здоровье совершенно незнакомой женщины. У нее ожирение. Тот спать не может за чужих деток беспокоиться. Вдруг скамейки радужные в детском саду увидят. Хотел бы я, чтобы это была шутка. У этой все волосики выпали. Там, короче, человек в своем телефоне оппозиционеров читает. Сжечь и телефон, и человека, и оппозиционеров. Четвертый в истерике бьется. У подростков волосы слишком яркие. Что ж с подобным поколением в дальнейшем-то будет? Сразу на панель? Или сначала попытаются в техникум поступить? И я такой. А мне пофиг. Но как же мне нравится, когда все эти... Мы не оскорбляем. Мы просто переживаем и с пропагандой боремся. Сталкиваются с суровой действительностью. Прям сердце радуется. Давайте признаем. Достаточно большому количеству людей нравится унижать других. Причем здесь я и Кравцов. Для некоторых нет ничего приятнее, чем почувствовать превосходство не за счет каких-то своих достижений. Это же работать надо и много. А за счет оскорбления других. Но, естественно, очень важно, чтобы в этих оскорблениях было рациональное зерно. Я об этом когда-то целый ролик снял. Мы не просто Машу всем классом травим. Нет, 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 нет. Мы с анимешниками боремся. Ты думаешь, я назвал ее жирной, чтобы обидеть? Ты бред какой. Просто все западные медиа захватила леволиберальная повестка. Это мой способ бороться за здоровый образ жизни. Мысль, что подобная борьба для другого человека может превратиться в целый букет психологических проблем и расстройство пищевого поведения... Не, булимию я не заказывал. Мне пирожок. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Подобному товарищу в голову, естественно, не приходит. Он с пропагандой ожирения борется, а не за ментальное здоровье выступает. Его борьба вы просто не понимаете. Кому не хватает секса, говорит о сексе. Голодный говорит о еде. Человек, у которого нет денег, о деньгах. А наши банкиры-олигархи говорят о морали. Это, если что, не я придумал. Это довольно давняя цитата. Зигмунд Фрейд. Кто же еще? Я пока что, пожалуй, о еде поговорю. Если вы тоже голодны, то с выбором вкусностей на ужин или вообще в любое время поможет меню наших друзей доставки еды в Фудбенд. Там снова включили промокод ОСТАПОВ. Это внушительная скидка на все заказы и любые блюда. Многократно. Хоть каждый день удовлетворяйте свои потребности. Я все еще про еду, если что. Фудбенд сами готовят и сами доставят по Москве круглосуточно. Даже ночью. Скажем, для ценителей итальянской кухни есть пицца прямо из печи с разными начинками. Классическая, острая или оригинальные варианты от бренд-шефа. Если не любите тесто, со скидкой можно взять большие сеты роллов на себя или на всех, кто рядом. Хоть для двоих, хоть на корпоратив. А любителям модной и красивой еды, и чтобы еще и ЗОЖ, советую сытные покеболы Фудбенд с лососем, креветками и другими начинками. Хоть веганские. А еще в меню много горячих и сытных блюд со сковородки. Вроде говядины с лапшой удон. Берите хоть все. Ведь чем больше заказ, тем больше скидка. Вот я, к примеру, часто у них брал пиццу груша блю чиз. Итальянская классика для любителей всего аутентичного. А сверху еще и десерт прихватим. Кстати, для зрителей-бизнесменов у Фудбенд есть франшиза. Компания поможет с открытием доставки или пиццерии, если есть такая мечта. Подробнее ниже в описании. Ну а если просто хотите вкусно поесть прямо сейчас, пишем при заказе Фудбенд промокод ОСТАПОВ и получаем скидку. Все по ссылке ниже. Приятного аппетита. На прошлой неделе сразу же несколько популярных пабликов ВК и Телеграм-каналов опубликовали рекламу Найк. И что здесь началось? Давайте пробежимся по самым популярным тейкам. Загибайте пальцы. Пропаганда ожирения есть. Куда ж без нее, родимый? Тупые фемки, захватившие власть в топовых корпорациях, присутствуют. Так вот оно какое теневое правительство. Бодипозитив, зашедший не туда. И дальше слезливый комментарий о инвалидах, которым это движение нужно. Не то, что этим бегемотам. Конечно же на месте. Вот он, родимый. Больше всех лайков собрал. Шутка-минутка про землетрясения, трещины в асфальте и кровоточащие глаза на месте. Все как в лучших домах Парижа. И опять же, все эти петросяны на фрилансе просто очень переживают о состоянии нашего общества. Вообще-то знаете, что ожирение это болезнь? Трансжиры атакуют. Нет, Вовочка, это не о трансформерах. Иди вон лучше, с Димочкой поиграй. Только в царню не заходите. Так вот, ожирение это действительно болезнь. И серьезная. И поэтому я никогда не буду оскорблять болеющего человека. Да и не болеющего в общем-то. Да господи, что вы ко мне с этим Кравцовым пристали? Я не оскорбляю, а критикую. Это разные вещи. Наверное. Но если он сам напрашивается? Каким образом? Просто самим фактом своего существования? Что конкретно сделала блогерша из этой рекламы? Да, если что, у нее достаточно популярный канал на ютубе, и я даже несколько роликов ее смотрел. Давайте назовем главную претензию интернет-сообщества к полным людям. Они пропагандируют ожирение. Часто ли вы слышали, чтобы полные люди зазывали кого-то в свои ряды? Нет, безусловно. Такие товарищи существуют. Есть крендели, утверждающие, что ожирение это выдумка фарма-мафии. Ммм, как сразу же Софья Доринской повеяла. Сладкий привкус ностальгии. Но таких людей реально много. Кто сидит с огромным ведерком жареных крылышек и пытается впихнуть такой же тебе? Зачем? Ему ж больше достанется. Нет, производители крылышек? Это уже другой вопрос. Вот что действительно изо всех сил пытаются вбить в головы. Унижать человека из-за его внешнего вида ненормально. Да, полные, худые, чересчур высокие, низкие, точно такие же люди. Вот это, блин, открытие. А сейчас еще немножко удивительной информации. Вот буквально сушка на ушко. Если мы говорим о пропаганде, то пропаганда худобы и в первую очередь нездоровых диет работает куда лучше. Просто вспомните, сколько подписчиков было в группах, которые прямым текстом призывали питаться водичкой. Много знаете сообществ, где люди ежедневно хвастаются? Сегодня наел 3 килограмма жира. Вот фоточки. А такие же комментарии, но о сброшенных граммах, кого-то удивят? Где же эти самые борцуны за здоровье? Неадекватные диеты могут ужасно сказаться на организме. Но тело же становится красивее. Поэтому борцуны с повесточкой молчат. Вы знаете мою любовь к псевдоинтеллектуалам, а-ля, не будем называть этого блогера. Сколько же он боролся за наше с вами здоровье, осуждая вон ту толстуху с плаката. Таких спасателей на ютубе много. Они просто переживают, что вы посмотрите на модель плюс сайз и тут же ожирение заработаете. Ведь все же хотят быть на них похожими. Забавно, что в обратную сторону эта ситуация у них как-то не особо работает. Вот она с тысячей подписчиков, конечно же, может всех на темную сторону перетащить. А супермодель с очень проблемным пищевым поведением никого. Она ж красивая, Джиджи Хадид, 77 миллионов подписчиков. Выглядит здорово, неизможденно, явно ничего не пропагандирует. Вот вся прогрессивная ютуб-братья и не будет про нее ролики снимать. А потом в телешоу модель звонит маме и жалуется на дикую слабость. А мама-менеджер советует дочурке съесть пару миндальных орешков. Звучит как отличный план. И тут, как вы понимаете, у этих борцунов за здоровье уже не бомбит. Да они об этой ситуации даже не слышали. Хотя история очень громкая. Потому что вот так выглядит Джиджи, а вот так выглядит Анно Брайан из рекламы Nike. Сразу же видно, где пропаганда. Второй момент, из-за которого стул под интернет комментаторами стал максимально горячим. Прям как твой утренний кофе. А вот я предпочитаю фруктовый чай. Все фоточки в моем телеграме. Что полная женщина делает в рекламе спортивного бренда? Ребят, а давайте поможем Даше-путешественнице найти ответ на этот вопрос. Давайте очень внимательно посмотрим на само видео. Лишь мне кажется, что она спортом занимается, упражнения выполняет. В спортивной же одежде. Вот так сюрприз. Кто бы мог подумать, полные люди хотят ходить в спортзал. Да, прикиньте, они туда ходят. И здоровое изменение своего тела, это дело не одного месяца. И хотят они ходить не в мешке из-под картошки. И не в понче. Вау, вот так открытие. Ничего себе. Оказывается, спортивные бренды рассчитаны не только на фитоняшек. Если я все еще не особо доволен своим прессом, я имею право в спортмастере вещи покупать или сначала должен ГТО сдать? Сколько раз надо подтянуться? Обойдусь без этой футболки. Не вы ли озабоченная общественность обвиняете толстяков лени? Им в спортзал нужно, а они... Ну вот, девушка подает пример, что движение важно, что никогда не поздно приобщиться к физической активности. Но это же не весело. Проблема в том, что даже если полный человек соответствует представлениям борцунов об активном и здоровом образе жизни, спортзал, прогулки, работа над собой, этого все равно мало. Он все еще рыжий-рыжий конопатый. И его все еще можно оскорблять. Просто сейчас будут обвинять не в лени, а в том, что он себя довел до такого состояния и запустил. Я не уверен, что если полный человек прочитает подобные комментарии, это вдохновит его на поход в спортзал. Чтобы его там засмеяли, внимание, а давайте-ка протрем свои глазки. Анна не сидит в костюме Nike в KFC и не утверждает, что ее мечта весит 300. Более того, на своем канале она говорит о том, как пытается изменить свое тело. При всем при этом она не считает, что из-за своей фигуры она не имеет права на яркие наряды или находиться перед камерой. Нет, конечно, было бы просто замечательно, если бы все полные люди куда-нибудь в чулан забились и там бы тихонечко похудели. А потом, как бабочки из куколок на свет божий вылетели. Не, ну а что они глаза мозолят? Просто представьте, люди самых разных форм покупают одежду. И они, покупатели, хотят представлять, как она, одежда, будет на них смотреться. И фотография Марии Шараповой в спортивном костюме не то, чтобы очень много расскажет женщине, которая в два раза больше Марии. Чем больше моделей разных и непохожих друг на друга, тем круче нам, покупателям. Стильными и модными хотят быть не только худые. Еще одно откровение из бабушкиного сундука. В этом плане Риана со своим брендом нижнего белья отлично фишку просекла. Вот вам и стандартные модели а-ля Victoria's Secret. А вот и молодой человек с животиком. Да, представьте себе, такие мужчины тоже трусы покупают. Открытия сегодня просто не прекращаются. Что ж за день такой? Появление плюс-сайз моделей, блогеров не стесняющихся того, что они не 90-60-90, позволило некоторым комментаторам нацепить на себя белое пальтишко и отправиться на священную войну. С ожирением. И со стороны порой кажется, что все эти переживающики, плакальщики о чужом здоровье на самом деле хотят что-то поменять. В обществе действительно наметились опасные тенденции. Ты посмотри, кто сейчас кумиры. А давайте-ка найдем людей с нестандартным весом среди 100 самых популярных в сети. Сколько их там будет в приложении с картинками? Ноль? Как-то очень странно пропаганда работает. Но именно подобные ситуации, как с рекламой Nike, показывают истинное лицо интернет-фанатов здоровья. Пытается быть активной? Пытается. Спортом занимается? Занимается. Пример позитивный подает? Подает. Так что ты ее оскорбляешь? Толстая. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, так оно наберет больше просмотров. Если вы готовы поддержать меня и мой контент, то можете перейти по ссылке в описании на мою страничку Boosty. Кстати, сейчас на экране вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное вам спасибо. Не забывайте подписываться на мой телеграм, там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.